Звуки выстрелов и взрывов вскоре вновь раздадутся в Хохловке. На территории этнографического музея состоится Всероссийский фестиваль «Большие маневры». Его участники увлекаются исторической реконструкцией, точным воссозданием событий прошлого. Первый день форума будет посвящен Средневековью, а второй – одному из событий Великой Отечественной. На Хохловском поле проведут условное сражение, в котором будет участвовать мото- и бронетехника. Более подробно расскажет Юлия Зыкова. Июль 43-го. Орловско-Курское направление. Именно там, 75 лет назад, принял первый бой Уральский добровольческий танковый корпус, созданный силами рабочих Молотовской, Свердловской и Челябинской областей. Это событие современные историки-реконструкторы отметят в Хохловке. Здесь воссоздадут одну из боевых операций, в которой участвовал разведбатальон корпуса. Это была мотоциклетная часть, укомплектованная и бронемашинами. Довольно интересная, конечно, эта часть. Туда, как я понимаю, набирали людей достаточно молодых, поскольку требовалась быстрота реакции, смелость. Ну и, конечно, владение техникой. А мотоцикл, по крайней мере, по меркам 40-х, это техника молодых. То есть надо выявлять, где находится противник, огневые точки, иногда просто вызывая огонь на себя. Как говорят историки, на территории этнографического музея можно будет увидеть советские военные мотоциклы М-72, которые были разработаны на основе германских БМВ и выпускались на Ирбитском заводе. На условное поле боя выйдут и точные копии бронемашин БА-64. В составе экипажа такого вездехода было два человека – водитель и пулеметчик. Мощность двигателя была всего 50 лошадиных сил, а толщина брони – до 10 миллиметров. То есть любая пушка любого калибра, да и крупнокалиберные пулеметы, они уже эту броню пробивали без проблем. Даже, в общем-то, винтовочная пуля бронебойная с малой дистанцией под углом 90 градусов вполне могла стать летальной для членов экипажа. И все же экипажи бронемашин и мотоциклов прошли Орловско-Курскую дугу, участвовали в операциях на территории Украины, Польши, Германии. Разведбатальон получил почетное звание «Гвардейский», а затем и наименование «Пражский» за освобождение столицы Чехословакии. В этом году в фестивале исторической реконструкции примут участие клубы из Санкт-Петербурга и Москвы, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Средловской области. Все состоится 4 и 5 августа. Подробности на сайте Пермского краеведческого музея и на странице фестиваля в соцсетях. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.